Привет! Это программа «Краёв не видишь» и я Егор Тверетинов. Наверняка многие уже начали задумываться, где провести летний отпуск. И, как сказал Владимир Семёнович Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. А ещё там тысячелетние храмы и природные заповедники. Отправляемся сегодня в Карачаево-Черкесию, в город Тиберда. А дорогу покажут и проведут экскурсию наши коллеги с телеканала «Архиз-24». Сегодня мы едем в новые места, в новые красоты и узнаем поближе Тиберду, ещё для меня неизвестную. Неподалёку от Тиберды есть историческое достопримечательное – Сюнькинский храм. Мы держим путь туда. Здесь небольшой подъём, но машина дорогу чувствует очень даже хорошо. Мне очень интересно, как же этот храм выглядит вблизи. Первый раз, кстати, туда еду. Древний Иландский храм находится на массивном горном отроге, высещемся над Аулом Нижняя Тиберда, который в старые времена именовался «Сынты», что означало в переводе с карачаевского языка «могильный камень». Это место было намолено задолго до появления в этих местах христианства. Некогда здесь было древнеязыческое капище. На склоне горы археологами были обнаружены многочисленные погребения и артефакты, датируемые V-VIII веками. Со временем языческое святилище уступило место новой религии. Исследователям удалось обнаружить в кладке храма каменные блоки с петроглифами и изображениями змей и геометрических узоров. В русской транскрипции «сынты» стали зваться «сентами», а храм получил имя Сентинским. Долгое время точно датировать время строительства не удавалось. Звучали разные версии от XII до V и VI веков н.э. Но историкам все же удалось определить точную дату строительства религиозного сооружения – 967 год. Все благодаря обнаруженной под одной из фресок греческой надписи, которая появилась на стенах храма не случайно. По долине реки Тиберда под горными отрогами находилось перекрестие торговых караванных маршрутов – одних из многочисленных ответвлений Великого Шелкового пути. Одна дорога уводила караванщиков с ценными грузами в сторону Клухорского перевала и далее в Грузию, а другая – от большой лобы вниз по течению Кубани. Потому на рубеже X-XI веков эти места были густо заселены. Средневековые поселения и градища тянулись по обеим берегам реки непрерывной цепью, впрочем, как и современные населенные пункты. Население их было христианским, потому практически в одно время, в период мощного развития Византийской империи, на горе Шоана появился один храм, сегодня известный как Шоанинский, а чердалее этот – Сентинский. Если подойти к храму по стандартному маршруту или посмотреть снизу, то видно только храм. Но наше любопытство на этом не ограничилось, поэтому мы посмотрели немного сбоку. И вот сбоку открывается вот такой вот вид настоящей стены, которая сохранилась в первозданном виде. То есть это говорит о том, что здесь был прочный фундамент, и эта насыпь, возможно, была сделана искусственно. Сентинский храм, как и Шоанинский, входит в пятерку старейших храмов на территории всей страны. Строительство в X веке каменных храмов из блоков песчаника в этих местах велось еще до крещения Руси князем Владимиром во времена пышного расцвета Аландского государства, освободившегося от хазарского натиска. Серьезные исследования Сентинского храма и прилегающих территорий проводились в конце 70-х годов прошлого столетия. Тогда в южном притворе храма было обнаружено захоронение, содержавшее остатки архиерейского облачения, включая митру и золотую византийскую монету эпохи императора Константина. А в других каменных гробницах нашли свинцовый византийский крест, набалдашник посоха в виде пятиконечной звезды и золоченые пуговицы. Богатое захоронение находилось и под полом храма. Исследователи нашли несколько уникальных вещей, таких, например, как хрустальную шахматную фигуру и лоскуты из красного шелка с золотой вышивкой. Одежду из такой ткани могли носить только высшие церковные чины. Богатым культурным наследием храма могли быть и его фрески, от которых в наши дни остались лишь фрагменты, да и то сильно обезображенные представителями современной культуры. Вот она, древнейшая святыня X века, Сентинский храм. Очень поразительно, что храм сохранился в очень хорошем виде. Очень удручает то, что на этой древней святыне мы видим совсем свежие следы пребывания человека, который любит обозначить свой город, свое имя. Я вот никак не могу понять философию этих людей. Они думают, раз он написал имя, значит, другие туристы придут и скажут, вот какой он молодец. Вы кроме негатива ничего больше не вызываете. Давайте беречь нашу природу и исторические достопримечательности, а не портить их. Субтитры создавал DimaTorzok Также неподалеку от храма на Горном отроге находится уникальная для Северного Кавказа постройка, так называемая Косница, древний каменный мавзолей. По местным традициям гробницы строились надземные или полуподземные, а это представляет собой одноэтажный дом с двускатной крышей. Косница была построена для упокоения представителей знати, как духовной, так и светской. Это подтверждают найденные в ней фрагменты дорогой парчи и шелка с золотым шитьем. В прежние времена каменные склепы не только окружали сам Сентинский храм, но и занимали значительную часть этих горных склонов. Осмотрев Сентинский храм, стоит двигаться дальше, в Тиберду, а именно к центральной усадьбе Тибердинского государственного биосферного заповедника, которая находится в центре курортного городка. Заповедник обладает развитой инфраструктурой для любителей экологического туризма. Помимо служебных кордонов и хижин для проведения полевых работ и экспедиций, здесь есть и четыре гостиницы вместимостью около ста человек, два летних экологических лагеря, принимающих волонтеров, в том числе и из-за рубежа, а также музей природы и большой вольерный комплекс с представителями местной фауны. Все это можно увидеть в течение одного выходного дня, поскольку все находится совсем рядом друг с другом и плутать не придется. Сотрудники заповедника будут рады провести для гостей специальную экскурсию. Полтора часа позади, и я в своем любимом курорте Тиберда. Очень красиво, чистый воздух. Самое время прогуляться и осмотреться. Мы идем в Тибердинский заповедник. На территории центральной усадьбы Тибердинского заповедника для посетителей открыт в своем роде уникальный музей природы. Его здание было построено по проекту местного архитектора Владимира Крачевского и введено в эксплуатацию в конце 50-х годов прошлого столетия. А уже в начале 70-х художники художественного фонда СССР произвели полную его реконструкцию. А вот один из старейших музеев, который находится на территории Тибердинского заповедника. Зайдем посмотрим, что там. В Тибердинском музее природы действуют четыре экспозиционных зала. В первом из них туристы могут ознакомиться с коллекциями минералов и горных пород, увидеть рельефную карту территории заповедника, а также разглядеть впечатляющего исполина кавказских лесов. Ну а это уже в буквальном смысле слова целая гора мышц. Кавказский зубр, сколько в нем мощи, силы и грации, которых мы можем увидеть как раз на территории Тибердинского заповедника. Помимо зубров, в заповеднике обитают порядка 46 видов млекопитающих, 227 видов птиц и 10 видов рептилий. Некоторые из них занесены в Красную книгу России. Диких обитателей заповедной территории, таких как олени, косули, кабаны, медведи или волки, можно увидеть в диорамной галерее Музея природы. Обратите внимание, какая красота, эпический кадр. Можно сказать, прямо кусок такой живописной природы оторвали и поместили здесь, в Тибердинском музее. Здесь огромное количество животных, которые обитают здесь, на Северном Кавказе, и вблизи можно внимательно их рассмотреть. Северном Кавказе В этом заповеднике вы также сможете посетить музей природы, ботанический сад и лично познакомиться и покормить обитателей здешних мест. Далее на водопады, экскурсии по горам, ну а после уже можно отправиться и на море. До Сочи там 540 километров, доехать можно на автобусе. Расстояние от Перми до Тиберды на машине составит 2400 километров. Это примерно три световых дня в пути. Переночевать по дороге можно будет в Самаре и в Волгограде, а на бензин в одну сторону у вас уйдет примерно 10 тысяч рублей. Также придется заплатить за проезд на автомобиле через заповедник. 300 рублей с одной машины. Если же вы выберете поезд или самолет, то без пересадок не обойтись. Первая в Москве, вторая в Минводы. Далее на автобусе. Билет до минеральных вод в Плацкарте самый дешевый. Будет стоить 3500 рублей. Билет на самолет обойдется минимум в 7000 рублей и долетите вы примерно за 7 часов 40 минут. Ну а из минеральных вод за 460 рублей доедете до Тиберды на автобусе. Проживание в городе Тиберда, недалеко от заповедника, обойдется минимум в 2000 рублей за номер на двоих. А обед и ужин по 300-350 рублей с человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а если вы хотите посетить одну из самых популярных действующих христианских святынь, отправляйтесь в Черногорию, в монастырь Острог. Он был построен еще в 17 веке, но в местных пещерах в скале укрывались и молились монахи с незапамятных времен. В нем хранятся мощи святого Василия Острожского, а также древние молитвослов 1732 года и церковные подсвечники примерно того же периода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас он настолько же популярен, что и храм Гроба Господня в Израиле. Кроме того, в Черногории вы также сможете насладиться горами и заповедниками и отведать восточноевропейскую и средиземноморскую кухню. Недельный тур с завтраками в Черногорию на двоих обойдется примерно в 55 тысяч рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами был Егор Тверетинов и это программа «Краев не видишь». Путешествуйте с удовольствием! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok